Или еще короче, Африками. Это хоть и не ценные бумаги, но на них все те же степени защиты. Водяные знаки, замысловатый рисунок, печатают их в США на том же заводе, где американскую валюту. К июлю 1994-го там с заказами Мавроди уже не справляются. Из-за чего на время останавливается долларовый станок. МММ платила за заказ больше Федрезерва. Как же у Мавроди получалось все время оказываться впереди? Может он давал взятки, чтобы государство до поры смотрело на его манипуляции сквозь пальцы? Или действительно только выискивал дыры в законодательстве? Был закон о предприятиях и предпринимательской деятельности. В законе четко сказано, можно. В законе же нигде не сказано, что нельзя организовывать предприятие, которое будет совершать хищение. Это в законе нет. Но это подразумевает. Подразумевает уголовный кодекс. Мавроди не успокаивается. К примеру, закон не позволяет тогдашним акционерным обществам продавать акции выше номинальной стоимости. То есть самостоятельно повысить цену было нельзя. В МММ и тут быстро понимают, как это неприятное правило обойти. Все акции продаются сначала трем компаниям, конечно же, принадлежавшим Мавроди. А те уже реализуют бумаги на рынке. Так что и тут прижать Мавроди, самостоятельно повышавшего стоимость акций и билетов, по вторникам и четвергам, было нельзя. Показатели роста акций МММ кажутся сейчас невероятными. За полгода цена акций увеличилась в 127 раз. У Мавроди к августу 15 миллионов вкладчиков. Он контролирует треть бюджета страны, зарабатывая по 50 миллионов долларов в день. Это только в одной Москве. А деньги, так их просто считать не успевают. Их измеряют комнатами. Глава МММ из гиперуспешного предпринимателя становится одним из самых влиятельных людей страны. А власти все это видят. Были постоянно заседания правительства расширенные по поводу МММ. Что там с ним делать? Он орал на Селдовякова, сделай с ним хоть что-нибудь вообще. А те вполне естественно. Тогда же все ученые были, говорили, что значит что-нибудь дайте приказ, мы что-то сделаем. А как государство пыталось остановить МММ? И как Мавроди угрожал президенту? Куда могли бесследно исчезнуть миллиарды долларов? Мы нашли следы этих денег. Новые подробности через несколько минут. В 2003 году, после шести лет в бегах, за решетку попадает Сергей Мавроди, основатель финансовой пирамиды МММ. Уголовное дело на него завели еще в 94-м. Но осудить так и не смогли. МММ привлекает внимание первых лиц России. Неужели и им не под силу справиться с предпринимателем? Вениамин Смехов продолжает расследование. Центральный офис МММ. Варшавское шоссе, дом 26. Тут с зимы выстраиваются очереди из тысяч вкладчиков. Кто-то покупает селящие огромную прибыль билеты, кто-то наоборот уже сдает их, получая во много раз больше, чем вкладывал. Так было и апрельским утром 94-го года, когда суда подкатили автобусы с СОБРом. Так начинается якобы плановая налоговая проверка. Уведомления о ее начале вручают управляющему. Наблюдающие это вкладчики, разумеется, бросаются продавать свои акции. Мавроди в ярости, но и не думает отступать. Ну, это была последняя уже капля моего терпения. Переполнилась на всем. Я сказал, ладно, хорошо, раз так, я завтра же собираю референдум. Всех нафиг вообще, всюду комарили вообще. Весь этот балаган. Всех власти, всех президентов, премьеров. Я поставлю вопрос о доверии правительства и прочим. А в первую подпись я препятствую на кулачиках собираю за неделю. Да какую неделю вообще? Я бы сказал, что кто не расписывается, того или нет, не покупай. И весь запрос вообще. И если кто не голосует, потом тем тоже не будем покупать. Вам власти наши так нравятся, вот пусть они за вас и выкупают вообще. И все это прекрасно понимали. Что все, и к тому же власти все ненавидели, кому они нафиг нужны были. А тут за твоих деньгах речь идет вообще. Нифига себе вообще. После таких угроз маски-шоу на Варшавке спешно называют недоразумением. Ну а что до паники среди вкладчиков? Мавроди справляется с ней в два счета. Он ускоряет темп роста акций. Но перемирие было временным. Государство просто собиралось силами, чтобы противостоять взорвавшемуся предпринимателю. В июле 1994-го в ход пошла тяжелая артиллерия. Какие-то сверхавантюрные, так сказать, обещания. По крайней мере, к ним надо относиться очень и очень осторожно. Но тысячные, понимаешь, проценты. Нигде это в мире такого нет. Это дело абсолютно только банковское правительство здесь ни при чем. И никаких ни гарантий. И сейчас вмешиваться не будет. Телезритель теперь в замешательстве. В прайм-тайм ему сначала рассказывает о блестящих перспективах МММ любимый Леня Голубков. А спустя пять минут новости в ответ предупреждают. Связываться с МММ опасно. Чиновники открыто говорят. Это афера. Заявление провоцирует панику. Ее уже не остановить. В это время МММ создает более трехсот торговых фирм. Вкладчики, которые ищут свои деньги сейчас, называют их фирмами-бабочками. И все из-за названия. Махаон, Адмирал, Парусник. Эти насекомые всегда нравились Сергею Мавроди. Есть сведения, что на счета бабочек летом 1994-го Мавроди переводил огромные суммы. И фирмы эти существуют до сих пор под другими названиями. Все эти названия не секретны. Более того, известны они и вкладчикам. Те доказательства, которые мы представили, неопровержимы. Их никто не смог опровергнуть. Ни на первой, ни на второй инстанции. Вот так вот, знаете, вот нет и все. У правительства Москвы нет желания вам вернуть деньги. Все, кто участвовал в этом акционерном обществе, их деньги ушли на формирование, значит, уставного капитала Национального пенсионного банка. То есть Мавроди манипулировал. Видите, он уводил деньги из-под будущего предстоящего ареста, из-под закона. То есть уводил деньги и скрывал их у третьих лиц. После тревожных заявлений властей, паника среди вкладчиков только растет. И 27 июля Мавроди объявляет о снижении стоимости акций в 127 раз. До 1 тысячи рублей с этой цены все и начиналось. Однако основатель МММ призывает своих инвесторов не нервничать. Теперь цена на акции будет расти еще быстрее и будет увеличиваться каждый месяц аж в 4 раза. Слова Мавроди будто гипнотизируют население. Ну как же, Сергей Пантелеич не может обманывать. Ведь проценты по вкладам выплачивают уже полгода. И к кассам МММ снова стекается народ. Акции и билеты вновь раскупают бешеными темпами. МММ просто перезапустилась с нуля. То есть рано или поздно наступает такой момент, когда человек не может, или организация не может, не могут платить по своим обязательствам. Это и есть банкротство. Тут понятия банкротства как такового нет. Потому что в такого рода структурах сумма долга всегда выше суммы ресурсов. Но это не имеет ни малейшего значения, еще раз говорю. Все определяется, а это не критично. 3 августа Мавроди приглашен на расширенное заседание правительства. Кабинет министров должен собраться, чтобы обсуждать только вопрос МММ. Бизнесмен заседание бойкотирует. Терпение властей лопается. На следующий день, 4 августа, квартиру Мавроди на Комсомольском проспекте берут штурмом. Арест обставлен с особой тщательностью. Дом, где жил глава МММ, окружен. Спецназовцы спускаются к нему в квартиру по веревкам. Ну и все, вот они пришли сюда, что позвонили в дверь. Я им, естественно, не открывал. Пусть им будет посложнее, зачем. Но они звонили, звонили. Потом спустились. С верхнего балкона по тросу. Там я им открыл балкон, естественно, В это же время другая ударная группа налоговые инспекторы при поддержке ОМОНа штурмуют офис на Варшавке-26. Объявлено о выявлении грубых нарушений налогового законодательства. В бюджет предписано взыскать 49 миллиардов рублей. То, что произошло в офисе МММ дальше, овеяно ореолом тайны. От здания, окруженного вкладчиками милиции, пытаются отъехать несколько грузовых машин. По толпе проносится шепот. Деньги везут. Толпа потребовала от налоговиков прекратить самоуправство. И теперь уже сами вкладчики ворвались в здание. Но ни финансовой документации, ни, понятное дело, денег там уже не нашли. Все было изъято. Свидетели под присягой подтверждают. В тот день от офиса МММ отъехало 17 КАМАЗов, груженных черными пакетами. В них, уверяют вкладчики, и были наличные. Когда эти свидетели выступали на суде, обвиняя налоговиков, прокурор Амалия Устаева дала им ответ, который вызывает еще больше вопросов. А откуда вы знаете, что это были сотрудники спецслужб? Ну и что, что они были в форме? Вы документы у них проверяли? Иными словами, прокурор утверждает, что параллельно со спецслужбами в здании могли находиться какие-то другие люди, которые беспрепятственно загрузили нечто в 17 машин и спокойно на глазах у ОМОНа куда-то уехали. На логичный вопрос, куда конкретно двинулись грузовики, никто ответить так и не смог. Парадоксальность ситуации также и в том, что суд аргументы прокурора принял и к вопросу о вывезенных в тот день средствах, если это, конечно, были деньги, больше не возвращался. Да, мы тоже слышали про эти КАМАЗы с вывезенными деньгами, но это только слова. Подтверждение своего следственным путем при расследовании уголовного дела они не получили. Лично я в существовании данных КАМАЗов сомневаюсь. Если бы они были, они бы всплыли. Это очень крупные деньги, если вот действительно существует так. И такие крупные деньги, они же рублевые, да? Чтобы их вывезти за рубеж, их надо было комментировать. Ну, какой-то банк бы засветился на этом, этого нет. Еще один логичный вопрос о событиях 4 августа задает сам Сергей Мавроди. Может, никто не пытался уменьшить мошенничество, потому что невозможно было. Я не нарушал закон ни в одной букве. Меня вменили неуплату налогов. Они вытащили вот это старое дело и вменили. Ну что, вот прямо до этого я жил, а тут я вдруг стал такой опасный, что меня надо непременно арестовать. Ну, понимаете, мне следователи потом смеют, говорили, ну, Сергей Пантелеич, вы все понимаете, умный человек, но еще бы месяца не было бы ни президента, ни правительства, был бы один Сергей Пантелеич Мавродич. Ну, надо было вас за... Что вы заарестовали за налоги? Ну, надо было вас за что, за арестовали. Ну, чего вы, как ребенок. Мавроди был арестован за неуплату налогов. Это при том, что все называли его бизнес преступным, а самого основателя МММ не иначе, как мошенником века. Это при том, что все называли его бизнес, Я с ним не прошу. Продолжение следует...